Всем привет! Сегодня поговорим с вами о томатах. Не знаю как вам, а мне уже не терпится их посадить, но пока рано, очень рано. Я четко решила, что буду сеять в два этапа в конце марта и начале апреля. Так я сеяла в прошлом году, очень удобно контролировать количество по первой партии, можно досеять или наоборот сократить посевы, если первые дружно взошли. В этом году я выбрала просто шикарные сорта, вкусные, урожайные, устойчивые к неблагоприятным условиям нашей средней полосы. Берите на заметку. Тлакалула де Матамороз. Сорт из Мексики. Среднеспелый, крупный. Малиновый, плоды забавной формы в виде хинкали. Сладкий, вкусный, кислинки практически нет. Амурский тигр розовый. Настоящий хит. Ранеспелый, с необычайно вкусными и красивыми плодами. Созревает одним из первых, в каждой кисти по 3-5 крупных плода. Бизон оранжевый. Среднеспелый, с огромными, до 900 грамм плодами. По вкусу очень нежный и сладкий. Манго Джанго. Эксклюзивный среднеспелый сорт. Плоды точная копия манго. Семян практически нет, одна сплошная ароматная мякоть. Не томат, а экзотический фрукт. Жигало, томаты, колбасы. Не только же круглые сажать. Среднеспелый штамбовый сорт. Кост очень компактный и весь увешан плодами-сосисками. Вкусный, мясистый, семян очень-очень мало. Крем-брюле. Супер ранний, 85-95 дней. И очень живучий. Этот сорт тестировался в условиях выращивания Санкт-Петербурга, а там условия еще хуже, чем у нас. Плодоносит несмотря ни на что. Плоды при этом сладкие и очень красивые. Черничный десерт. Этот томат занял первые места в дегустационной оценке на агрофирме «Поиск», я положила на него глаз еще с осени. Помимо вкуса, плоды имеют такую же уникальную малиново-фиолетовую окраску. Среднеспелый сорт, который будет выделяться во всех салатах. Карнабель. Думаю, этот томат не нуждается в представлении. Каждый огородник хоть раз слышал об этом французском сорте. Тоже загорелось им в прошлом году, но многие пишут, что настоящий карнабель найти сложно. Я выбрала от фирмы «Престиж», посмотрим, что вырастет. Черри. Много черри. Семь сортов. Клико, Конго, Волшебня-Арфа, Золотой поток, Малиновый десерт, Коралловые бусы и Черри-Краса-Длинная коса. Все имеют кучу восторженных отзывов. Сладкие, урожайные, неприхотливые. Буду сеять буквально по две штучки каждого, чтобы вместить все свои хотелки. Вот такой у меня выбор. Если вы выращивали какой-либо из этих сортов, обязательно напишите в комментариях. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации.